Расскажите, пожалуйста, чем отличаются Ваши устройства от устройств подобных, которых на рынке достаточное количество? Фактически это отличие в идеологии. Идеология, которая закладывается как изначальный проект того или иного изделия. Вот, например, очень популярна идеология защиты. То есть есть какие-то факторы внешние, которые там, например, электромагнитные поля. Говорят, вот мы сделали защиту, и она теперь Вас защищает от электромагнитных полей. Но если реально померить уровень электромагнитных полей до и после, мы видим, что никакой защиты нет. Потому что если, предположим, мы на мобильный телефон такое устройство прилепим, и оно начнет работать, то что произойдет? Ну, телефон хуже станет работать, полей-то станет меньше, да, то есть уровень электромагнитного поля упадет. А телефон на этом и основан, да, то есть что работает на уровне электромагнитных полей. Поэтому фактически идет на самом деле защита на уровне информационном. То есть есть негативная информация, которая идет к каким-то факторам, которые приходят к человеку. И важно, вот с точки зрения юлогов, которые предполагают различные устройства как защиты, отгородить человека от этой информации. Да, это работающие устройства, действительно, они неплохо с этой функцией справляются. Но когда мы человека отгораживаем от негативной информации, мы на самом деле перекрываем некий информационный канал. И по этому каналу не идет уже и та информация, которая нужна человеку. Она уже не проходит. Другая идеология, например, есть очень хорошая и очень древняя идеология, так называемая идеология гармонизации. Эта идеология имеет тысячи лет истории. И мы знаем, да, есть, так называемые природные гармонизаторы. Камни, деревья, да, то есть... И вот много сейчас создается различных гармонизаторов еще искусственно. Но дело в том, что вот эти древние идеологии, они подразумевают, что каким-то образом учитывается цикличность мира. И сам гармонизатор не меняется. Это как некий закон гармонии, зашитый вот в каком-то там материальном теле. То есть в камень или дерево, или еще что-то такое, что сделано, ну, как в виде каких-то форм или символов. И вот древние мастера, которые делали вот такие гармонизаторы, они учитывали цикличность этого мира. Поэтому, например, есть лунный календарь. И у меня стоит, сегодня камень не вот такой-то, завтра камень не такой-то, послезавтра камень не такой-то. То есть там камни постоянно меняются. Причем учитывается, что там, когда родился человек, каким знаком зодиака и так далее, и так далее. Те же деревья, если когда использовали растения, там, в друидских календарях было, то есть тоже какие-то были определенные возможности учесть цикличность этого мира. А когда делается искусственный гармонизатор, который предполагается, что он работает всегда одинаково на все случаи жизни, ну, здесь немножко лукавит. Потому что сегодня может работать так, а завтра, на самом деле, может работать уже совсем по-другому. Потому что условия, в которых он работает, совсем могут быть не такими, какими они были в начале. Вот. Вот ту идеологию, которую мы используем, она называется идеология нормализации. То есть мы предполагаем, что у человека есть все, чтобы быть здоровым, счастливым, любимым, богатым, великолепным, чудесным, прекрасным и так далее. То есть все пенсии, которые можно только превосходно человеку применить, они, как потенциальная вещь, все в человеке есть. Другое дело, что ста среда, в которой человек находится, она не может проявить, он в ней не может проявить вот эти все качества. А среда выступает в роли ограничителя каких-то вот. Это я бы, может быть, и хотел бы, но вот не могу всего каких-то там условий, да. Поэтому средовые характеристики, они влияют на то, что проявится у человека из вот этого набора качеств исходного, который у него есть. Вот, поэтому идеология нормализации, которую мы реализуем, она предполагает, что важно убрать вот эти помехи, уменьшить их уровень для того, чтобы человек начал проявлять то, что в нем заложено. И здесь фактически мы говорим, что важно что сделать? Важно согласовать человека как структуру с окружающей средой, в которой он существует. Ну вот у нас есть устройство, например, зеркало. Называется зеркало Исиды. Ну, вроде бы простое зеркало. Но у этого зеркала, вот сзади него, прикреплена вот такая карточка. Что делает эта карточка? Карточка эта меняет структуру стекла зеркала. И тогда, когда человек смотрит в это зеркало, его свет, который у него идет из глаз, попадает в зеркало, проходит через вот это стекло модифицированное, отражается и возвращается обратно. Когда свет идет с искажениями, он туда проходит с искажениями, обратно восстанавливается и идет уже без искажения. Да, это слабый свет, который у нас идет из глаз. Мы светимся всеми частями тела. Но потихоньку у человека появляется вот такой вот тонкий камертон, на который он может настраиваться сам. Это, причем, камертон, который не принесен откуда-то извне, ну, как что-то хорошее с точки зрения разработчиков, а это его собственный свет восстановленный. Поэтому он настраивается на свой собственный свет. Ну, так как глаза зеркала души, ну, фактически мы говорим, что идет настройка на свою собственную душу. В душе человек всегда знает, что он хочет. И вот когда человек начинает взаимодействовать с этим зеркалом, потихоньку-потихоньку он начинает проявлять в своей жизни так называемые истинные желания. То есть желания, которые идут у него от сердца, от его собственной души. И эти желания начинает его выводить на тот путь, который ему предназначен. Люди, которые пользуются, например, этим зеркалом, у них привлекательность тоже возрастает. Ну, например, тех женщин, которые мы проводили с этими женщинами эксперимент в Краснодаре по методике профессора Савиной, например. И интересные результаты получили. У профессора Савиной есть тестовая система, которая может определять биологический возраст человека. И мы вот с помощью этой тестовой системы проводили эксперименты. В течение двух месяцев взяли группу женщин, которые смотрелись в это зеркало несколько раз в день по определенной методике. И была контрольная группа, которые смотрелись в обычные зеркала. Так вот, оказалось, что биологический возраст контрольной группы не изменился. А биологический возраст группы женщин, которые смотрели в это зеркало, у них в средний возраст групп исходный был 50 лет. А на момент окончания эксперимента, через два месяца, по этой тестовой системе, по оценке, в средний возраст был 36 лет. Серьезно? И казалось бы, да. То есть люди говорят, ну как же так, мы же смотрим в зеркало, мы видим, что мы практически не изменились. Да, нам не говорят, что вы как-то стали по-другому выглядеть, там многие знакомые. Но я-то вижу, вот морщинки вроде бы почти никуда не делись, вот там вроде как я раньше выглядел, так и выглядел. Дело в том, что мы, когда говорим о времени жизни человека, то мы оцениваем его от начала и до настоящего времени. Но ведь надо оценивать всю жизнь, от начала и до конца. Вот из-за того, что мы говорим, что у человека начинает проявляться истинное желание, и он начинает двигаться более точно по пути, который он ведет, он по этому пути может дольше пройти, дальше, чем он мог бы пройти, вот потратив в никуда свое время жизни. Фактически это означает, что точка кончания жизни переносится вдаль. И относительно вот общей жизни, действительно вот этот отрезок начинает быть меньше, который он уже прожил, по отношению к тому, что теперь ему еще больше, он теперь может успеть гораздо большего. Сергей, завершение нашей беседы, пожелайте что-нибудь зрителям портала «Пульс Плюс». Мне бы хотелось пожелать зрителям здоровья, чтобы это здоровье, оно было для них незаметным и легким, чтобы они себя не чувствовали, потому что, как говорил дед-профессор, когда я был молодым, я себя не чувствовал, и это было прекрасно. А сейчас я себя чувствую, это отвратительно. Поэтому давайте себя не чувствовать, а в этой жизни быть радостными, счастливыми, замечательными, великолепными, прекрасными, в чем могут помочь как раз наши системные адаптеры, чтобы вы стали светлыми людьми и в светлом будущем могли его светло строить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!